Объявленный день траура сказался на атмосфере закрытия фестиваля визуальных искусств в Орленке. Церемония закрытия началась с минуты молчания. В этом году фестиваль получился несомненно творческим и запоминающимся. На пресс-конференции генеральный продюсер Лариса Преториус и президент фестиваля Дмитрий Харатян подвели итоги. Ребята из детского жюри высказали свои предложения по расширению номинаций, а также представили список известных деятелей культуры и искусства, которых они хотели бы видеть на следующем фестивале. Ребята, вы сделали очень хорошее кино. Мы вас поздравляем. Председатели номинации вместе с детским жюри объявили победителей. Им были вручены дипломы и памятные призы. Победителям также получили картины известного российского художника Никаса Сафронова. В номинации «Кинематограф» лучше признана оптимистическая комедия режиссера Яны Поляруш, «Бедрима сбор» или «История моего космоса». Короткометражный фильм «Последний глоток» стал победителем в номинации «Анимация». Гран-при в номинации «Телевидение» получила интеллектуальная телевекторина «Знаем русский». Фильм «Уроки музыки» признан лучшим в номинации режиссера 21 века. Среди компьютерных игр и программ награды были вручены компаниям 1С и Кирилл и Мефодий. Лучшие работы в номинации «Фотокросс» сделала команда детского лагеря «Штормовой». Искали людей, мы искали идеи, мы бегали по всему Орленку, думали на сами названия заданий, как это можно обыграть, какой вложить смысл и идею. Подходили очень творчески, и я считаю, что достойно. Но вообще все команды, мы видели фотографии соперников, были достойны. Здесь не покупается ничего. Вот здесь реально оценивают дети. Это самый правильный фестиваль.